А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 13 августа, день Евдокима, назван в честь святого праведного Евдокима. Он служил в войске, отличался добродетельной жизнью, усердно соблюдал заповеди Божии. Пребывал в посте, воздержании, молитве и сокрушении о грехах. Прилежно занимался изучением божественных книг. Оказывал щедрую милость нищим, убогим, сиротам и вдовицам. При этом соблюдал девственную чистоту. Он настолько был целомудрен, что не позволял себе ни беседовать с женщинами, ни смотреть на них. Этот день известен как заговение перед наступающим Успенским постом. Проходит с 14 по 27 августа. Слово «заговение» обозначает возможность есть обычную пищу – мясо, молоко, яйца. В Успенский пост люди питались весьма разнообразно. Он приходился на летний период, когда много овощей, фруктов и ягод. Пекли хлеб из нового урожая. Популярна была репа. Сегодня это забытый овощ. А раньше ее варили, жарили. Использовали в качестве начинки для пирогов. Настаивали квас, варили кашу. Кстати, святого праведника Евдокима сегодня почитают как покровителя дома и семьи. Также проводили специальный обряд, чтобы во время работы в поле у бараны зубья не ломались. Приметы. Сильный ветер на Евдокима к снежной зиме. Чтобы работа шла легче, сегодня следует обязательно поработать. Сегодня у меня в гостях привет Прохор Шалякин. Добрый поздоровается. Человек он творческий. Прохор, интересная тема вегетарианства. А почему она тебе интересна, тема вегетарианства? Что хочешь? Я вообще знаю, что от мяса люди стареют быстрее. Потому что его тяжело переваривать. И начинает образовываться на лице даже видимость этой тяжести. Поэтому я не то, что 100%. Знаешь, что нам мясо нужно. Тем более, они клыки есть. Я скажу, что они как раз для этого нужны. Чтобы выкрывать, да? Да, поэтому частично вегетарианство, то есть я иногда отказываюсь на какой-то период времени от мяса, очищаю себя и легче себя чувствую. Но мне вот интересно, не повредит ли это здоровье в принципе, потому что много мнений очень по поводу отказа от мяса. Хорошо. Начнем тогда с мяса, да? Действительно, мясо... Почему тяжесть возникает от мяса? Потому что мясо такой продукт, который для своего расщепления и усвоения требует больше всего энергии. И за счет этого он дольше переваривается. И человек чувствует, ага, у меня там тяжесть имеется и прочее, прочее. Особенно, если мясо это жирненькое, потому что жирненькое мясо вкусно. Вот. Но, если его съедать с овощами, а при этом овощей надо брать в разом 3-4 больше. Причем, знаешь каких овощей? Листовых. То есть это капуста, это баровский перец, это петрушка, это кинза, укроп и так далее. А помидоры и огурцы, что мы в основном? Пойдет, пойдет помидоры и огурцы, но не так, как хотелось бы. Оказывается, именно чтобы переварилось мясо, лучше всего использовать листовую зелень. И тогда ферменты, которые находятся в ней, хорошенько все переварят. Но зелени должно быть свежей в 3-4 раза больше. Тогда нормально получается. Надо съесть кусочек вот такой мяса и вот столько зелени получается. И тогда тяжесть не будет, все так, пройдет туда, куда надо. А когда мясо с хлебом, это самое плохое сочетание, которое может быть. Потому что оказывается, на мясо своя среда требуется в желудке, на хлеб своя среда, и они несовместимы. И поэтому этот кусочек падает, и желудок думает, а что мне, как сказать, переварит свой очек. И поэтому давай-ка я тогда выделю столько желудочно-кишечных соков, чтобы все это переварилось. Он заливает желудок полностью, и мы ходим, особенно от пельменей, ага, вроде бы сытно. И естественно, если человек ест много мяса, что происходит? Происходит, что белок у нас обновляется, и он выделяется через почки. Если мы переедаем мясо, то чрезмерно страдают почки. Потому что белок, в отличие от жира и крахмала, и углеводов, не откладывается в жир у нас. А должен выходить. Если он не выходит, клеятся мочекистые камушки. А я еще хотел спросить очень интересный вопрос. Я слышал, что полезнее есть сырое мясо, нежели термически обработанное. Потому что сырое мясо, я слышал, что легче переварить человеку. Я вот очень люблю иногда тартар. Вот из говядины во Франции, в Париже, когда сидели, мы наворачивали этот тартар. У меня же слюнки потекли. И в общем, это так вкусно, и прям вот его хочется есть и есть. И вот мне интересно это. Ладно, как-нибудь буду в Париже и попробую, что такое тартар. Потому что... Это мясо перерубленное, свежее, говядина. И там немножко яйца сырого добавляют, всякие приправы и все. То есть это не жарится, не парится. Вот, оказывается, еще давным-давно проводили опыты, какое мясо переваривается лучше. И все заключалось в том, что брали удала. И вот было непонятно, он заглатывал целого кролика. И по расчетам ученых, он должен был выделять там ведра 2 желудочно-кишечного сока, чтобы все это переварилось. А на самом деле этого не происходило. И вот они сделали следующий опыт. Взяли две лягушки. Одну сварили, а другую сырую, просто на простом виде. И бросили в 2 стаканчика с желудочно-кишечным соком человека. И смотрят, опыты у них все простые. Смотрят, вареная лягушка начала перевариваться, потом становилась. Сырая, сначала не особо, а потом все растворилось полностью. Вся, кости там, все, ничего не осталось. И вот они задумали, что ж такое. И был выведен следующий закон. Оказывается, в клетке, каждая клеточка, она содержит внутри себя такие капсулы, которые называются лизосомы, с особым ферментом. Именно этот фермент расщепляет пищу, которая поступает в клеточку. И оказывается, если мясо сырое, все эти ферменты активны. И соляная кислота человека, животного, она просто разрушает вот эту оболочку клеток. И разрушает вот эти капсулки с ферментами. Ферменты выходят, и клетка переваривается под действием своих же собственных ферментов. Оказывается, так питаются пауки. Они просто-напросто в муху впрыскивают свой сок. И дальше получается, что все переваривается под действием своих же собственных ферментов в мухе. И они его только в бульон и так всасывают. Нечто подобное и у нас, и у хищников. Потому что хищники вообще глотают. У них настолько мощная соляная вот эта вот кислота, которая просто-напросто мембранки разрушала. Эти лизосоны разрушились, ферменты вышли, и все переваривается. Кстати, вы, наверное, смотрели фильмы «Дискавры», где показывали удал заглатовый с копытами, с рогами и так далее. С шерстью на выходе практически ничего нет. Все переваривается. Представляете, какая мощность? Но вот сырое потому что. Поэтому сырое именно мясо, снабженное специями. Специи нужны для того, что есть и там, есть и там паразиты и так далее. Они, естественно, как маленькие образования, содержащие... Ну, что такое яйцо гельминта? Она покрыта такой воскоподобной оболочкой, которая легко разрушается с помощью специй. Она сжигается просто, она просто... И все сырое сюда пошло. Под действием соляной кислоты эти все эти ферментики вышли, и все переварилось. Поэтому легкость. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok